ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Борцом спортсмена назвать нельзя. Тейкдаун он проводит не лучшим образом. Да и защищается он от них так себе. Но на спине Роб может доставить проблем многим. В Роб не зря входит в руку сильнейших парней дивизиона. Поскольку его уровень навыков позволяет разбивать оборону многих высококлассных противников. Длинные руки и хороший технический арсенал делают из фонда грозного нокаутера. И при этом он не дает себе в обиду на нулевом этаже. Не зря на все сильные стороны, американец не может похвастаться идеальной постановкой борцовской техники и защитой от нее. До истоки этот парень пропускает немало лишнего. Можно сказать, что Роб хорош во многом. Но при этом у него нет ни одной сильной стороны, благодаря которой он готов разнести любого. Сейчас ему 33 года. Исходя из его последних выступлений, он вышел на пиковую форму. Серия из трех побед, последняя из которых досрочная. Да еще над Марлоном Морайесом. Все это дорогого стоит. Роб нащупал свой ритм и готов сделать первый забег за титулом UFC. Но предстоит ему отнюдь не сладкая булочка. Коди Гарпант в свое время наделал немало шума в дивизионе. И сейчас готов вернуть былые позиции. Он располагается на четвертой строчке рейтинга. Хотя все это довольно странно. Учитывая его статистику за последние пару лет. Коди сразу же начал совмещать боевые дисциплины, занимаясь боксом с дядей и борьбой в колледже. Позже к этому добавился еще и кикбоксинг. И в итоге зрители получили возможность наблюдать за тяжело бьющим ударником с отменной защитой от прохода в ноги. За восьмилетнюю карьеру в ММА Гарпант выступал в полулегком и легчайшем весе. Был чемпионом UFC. И оформил несколько побед над доминитыми противниками. Невероятное выступление против Доминика Круза и ошеломляющий нокаут схватки с Рафаэлем Асунсао отчетливо демонстрирует на что способен этот парень, когда он в форме. Однако два поражения от Ти-Джея Делла Шоу и абсолютно глупый проигрыш Педро Муниесу поставил под сомнение способности Коди. Гарпант не зря считается одним из самых быстрых парней своей в своей категории. Если он не заигрывается, а бьется с умом, то по нему очень тяжело попасть. А стопроцентная защита от проходов ноги говорит о том, что не поймав его в стойке, вряд ли получится что-то сделать в партере. Движение, тайминг и удивительная для этого веса мощь. С Коди нужно считаться всегда. В раннем бою бывший чемпион доказал, что он вернулся и больше никогда не будет рубиться, забывая о защите. Но всегда есть вероятность того, что как только Гарпант пропустит тяжелый удар, он тут же бросится в размен, дабы забрать свой последний шанс на победу. Однако челюсть у него уже пробита и удар Коди держать не готов. Гарпанту всего 29, и он якобы перезапустил свою карьеру, и теперь готовится к возвращению на былые позиции. Но все мы знаем, что второй раз пройти на пиковые кондиции невозможно, поэтому скорее всего атлет будет просто выступать хорошо. Но ничего подобного, что было в бою с Крузом, мы больше не увидим. В этом поединке значительное преимущество в антропометрии имеет фонд. Он всего на 2 см выше, однако длина рук превышает показатели Коди на 16 см, а это очень большой разрыв. В плане техники парни удобны друг другу, оба работают в стойке. Только здесь по части ударной мощи и скорости преимущество будет уже за Коди. Да к тому же вполне вероятно, что длину рук противника он полностью нивелирует, благодаря футворку и умению сокращать дистанцию, затем уходя с линии атаки. Что касается партера, то туда затащить Коди будет очень трудно. Да и в этом аспекте роб не настолько хорош, чтобы вообще это сделать. Возможно в джиу-джитсу он и лучше, но контроль в партере и защита точно на стороне Коди. Опыт тоже уходит в копилку Гарбранта. Да и в целом, если не брать внимание его прошлые ошибки и безумную любовь к зарубам, Коди Гарбрант бет с другого уровня. Коди и Роб сейчас в одинаковой позиции. Победу этой схватки откроют для любого из них двери в титульную очередь. Несмотря на котировки букмекеров, явным фаворитом является Коди Гарбрант. Как я уже сказал раньше, если он все-таки сможет обуздать свой вспыльчивый нрав, то фонду ему будет нечего предложить. Стойкий Коди на голову выше, а на нулевой этаж его затаскивать не имеет смысла. Однако и Роб может одержать победу, если заставить соперника суетиться и лезть на рожон. Ведь Коди придется сближаться, а в такие моменты преимущество в размахе рук будет играть свою роль. И все же при идеальном раскладе Гарбрант должен подобрать ключи к сопернику. Коди Гарбрант Побиться и, наконец, оказаться одним из претендентов на титульный бой. Прогоняя этот бой у себя в голове, что ты представляешь? Ты сказал, что не хочешь с ним рубиться, но как думаешь, как пройдет этот бой в субботу? Да, я думаю, вы увидите, как два парня просто выходят биться. Оба идут за нокаутом, идут за финишем. И думаю, я буду чуть подлиннее, чуть потехничнее его и намного спокойнее. Коди, ранее ты говорил, что готов биться в наилегчайшем дивизионе, но только за титул. Сейчас тебе предстоит бой в легчайшем весе, но скажи, тебе все еще интересен титул в 125 фунтах? Я хочу стать двукратным чемпионом, чемпионом двух дивизионов. Это моя цель. Так что посмотрим, что подвернется раньше. Я знаю, что сейчас у нас небольшой цирк между Стерлингом и Яном. Им нужно провести рематч, но у Алджимейна недавно была операция на шею, так что это на какое-то время затянется. Я считаю, что в нашем поединке определится главный претендент. Так что, когда я финиширую Роба в субботу, у меня будут опции, у меня будет опция остаться в легчайшем весе и биться за титул. В общем, все складывается идеально для меня. Да, в ноябре я не смог побиться, у меня был ковид и другие проблемы, но это принесло мне еще большие и лучшие возможности. Я продолжал двигаться дальше, оставался сфокусированным. Так что, когда я выиграю поединок в субботу, я буду следующим на очереди на титульный бой в легчайшем дивизионе. И Фигги и Морено бьются через пару недель после меня. Я готовился к пяти раундам, они готовились к пяти раундам. Надеюсь, мы выйдем из поединка без травм, без особых проблем, и мы сможем организовать этот бой, знаете, достаточно быстро. И это был бы идеальный расклад, но, конечно же, здесь много переменных. То есть ты считаешь, что можешь закончить год, будучи двойным чемпионом? Возможно, да, вполне возможно. Всем спасибо за просмотр видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если есть желание поддержать канал Копеечкой, то ссылки в описании. Также, если есть предложения или вопросы по сотрудничеству, ссылки также в описании. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok